Продолжение следует... Последние 25 лет в жизни нашей Церкви ознаменовались беспрецедентным увеличением числа монашеских обителей. Если четверть века назад на всю многомиллионную русскую церковь их было около 20, то сегодня их более 800, причем ни одна из них не пустует. Не менее 10 тысяч человек, мужчин и женщин, за эти годы приняли монашеский постриг. Само по себе это явление, особенно на фоне рассуждений о наступлении постхристианской эпохи и оскудении монашеских призваний в странах Запада, заслуживало бы отдельного исследования. Что влечет людей в монастырь? Почему юноши и девушки в расцвете сил оставляют этот мир, лишают себя радости и семейной жизни и встают на тесный и тернистый путь иноческого жития? Для меня эти вопросы не являются отвлеченными. Я стал монахом в далеком уже 1987 году, а впервые пришел в монастырь в начале 80-х, когда о каком-либо религиозном возрождении в нашей стране никто не мог и помыслить. Монашеское возрождение, свидетелем и участником которого я стал, не имеет никаких объяснений, кроме того, что великое чудо Божие свершилось над нашим народом. Преклонил Господь милость свою к нам и Сам призвал тысячи людей на монашеский путь. И что удивительно, люди откликнулись на этот призыв и своими руками стали воссоздавать монастыри там, где они когда-то стояли, и строить новые там, где их никогда не было. Когда, начиная с 1988 года, монастыри стали с молниеносной быстротой возникать на нашей земле, в них не могло быть того преемства традиции, которое было характерно для дореволюционного русского монашества. В большинстве монастырей жизнь начиналась с нуля. Отсутствие духовного опыта у иноков и инокинь восполнялось пламенной верой и надеждой на божественную благодать, всегда немощная врачующую и оскудевающая восполняющую. Особые условия, в которых происходит возрождение монастырей в Русской Церкви, требуют особой вдумчивости при обсуждении различных аспектов монашеской жизни и особого внимания священноначалия к этой проблематике. В данном контексте, безусловно, важным событием стала подготовка положения о монастырях и монашестве, ныне вынесенного на всенародное обсуждение. В своем докладе я остановлюсь на некоторых аспектах монашеской традиции, которые, как мне кажется, заслуживают внимания в свете дискуссии, развернувшейся вокруг проекта положения в монашеской среде и в среде епископата. Скажу сначала несколько слов о том, что предшествует принятию пострига. В современной монастырской практике, отраженной в положении, различаются следующие степени подготовки к монашескому постригу – трудничество, послушничество и иночество, или висофор. Эта классификация наводит на ряд вопросов. Прежде всего, кто такой трудник и каково его положение в монастыре? Понятие трудник не встречается ни в одном классическом монашеском тексте – ни византийском, ни русском. Сам этот термин появился уже в новое время и применяется к мирянам, которые на добровольной основе трудятся в монастырях. Многие из этих мирян – люди семейные. Они приезжают на послушание в монастырь на 2-3 месяца, а затем возвращаются к своим семьям. Некоторые благочестивые миряне таким образом проводят свой отпуск, приезжая в монастырь иной раз целыми семьями. Совсем не все монастырские трудники имеют целью в дальнейшем принять монашество. В связи с этим мне представляется не вполне оправданным представление о трудничестве как необходимом этапе на пути к монашеству. В проекте положения это представлено именно так. Так. Сначала человек поступает в число трудников, затем, не ранее, чем через год, цитирую, «по завершении испытательного срока игумен может принять решение о принятии трудника в число братья и монастыря в качестве послушника». Но разве пребывание человека в монастыре в качестве послушника само по себе не является испытательным сроком? Трудники и послушники нередко несут в монастыре одни и те же послушания, работают вместе. И тем не менее, между этими двумя служениями есть существенная разница. Трудник – это гость, который приехал для того, чтобы помочь монастырю. Кто-то из трудников может в дальнейшем стать и послушником, и монахом, но до тех пор, пока он является простым трудником, он не член общины. Послушник же является полноправным членом монашеской общины, хотя и находящимся на испытании. В свете сказанного мне представляется, что трудничество не должно быть обязательным этапом на пути к монашеству. Таким обязательным этапом должно быть только послушничество. Таковое у нас сегодня существует в двух формах – без права ношения монашеской одежды и с правом ее ношения. Вторая форма именуется рисофором или иночеством. Существует весьма древний чин пострижения в рисофор с возможным наречением нового имени. Является ли рисофорный послушник или инок монахом? По моему глубокому убеждению, не является. Почему? Потому что он не давал монашеских обетов. Именно произнесение монашеских обетов дает право человеку называться монахом, а не обличение в монашеские одежды и не пострижение в лосов. В этом смысле мне не вполне понятно, почему рисофорные иноки, принимающие сан священника, у нас называются иеромонахами. Более правильно было бы называть их священно-иноками. Думается, права и обязанности рисофорных иноков должны быть более ясно прописаны в положении. Этому типу послушничества в документе уделено наименьшее внимание, и сущность его не раскрыта. При этом отмечается, что, цитирую, «оставление монастыря рисофорными иноками является каноническим преступлением», тогда как об оставлении монастыря монахами мантийными сказано, что оно является тяжким преступлением перед Богом, которому даются монашеские обеты. Кажется, было бы справедливым более четко дифференцировать между иноками, не дававшими обеты, и монахами, дававшими обеты. Уход из монастыря монтийных монахов действительно является каноническим преступлением, тогда как в отношении ухода рисофорного инока можно было бы, мне думается, найти иную, более милосердную формулировку. Монашеский постриг в современной русской православной церкви существует в трех видах – рисофор, малая схима или мантия, и великая схима. О рисофоре сказано было выше. Собственно, монашеским постригом с произнесением обетов является малая и великая схима. Даже беглый взгляд на ченопоследование пострижения в малую и великую схиму показывает, что речь, по сути, идет об одном и том же священнодействии. В последовании великой схимы на 80% повторяются не только молитвы из последования малой схимы, но даже и произносимые постригаемым обеты. Великосхимник фактически вторично произносит те же обеты, которые он уже давал при пострижении в малую схиму. Вопрос о том, как сложились эти два ченопоследования, мы оставляем за рамками настоящего доклада. Скажу лишь о том, что деление на малую и великую схиму не было изначальным и до сего дня не является общепринятым православной традицией. Преподобный Федор Студит считал такое деление необоснованным. «Не давай так называемой малой схимы, а потом как бы великой, ибо одна схима подобна крещению, как это было в обычае у святых отцов», писал преподобный Федор. Современное афонское монашество не знает малой схимы, послушника постригает сразу великую схиму. У нас же великая схима – явление весьма редкое. В нее, как правило, постригают лишь престарелых или тяжело больных монахов, которые не несут обычных монастырских послушаний. Необходимо ли сложившуюся у нас систему менять, приближая ее к афонской? Полагаю, что нет. И не столько потому, что постриг в великую схиму, на мой взгляд, не прибавляет ничего принципиально нового к ранее совершенному постригу в малую схиму, сколько потому, что малая схима или мантия является полноценным монашеским постригом, обладающим всеми характеристиками церковного таинства. Я не оговорился. Монашеский постриг, будь то в малую или великую схиму, нельзя считать простым обрядом. Глубоко убежден в том, что постриг является одним из таинств церкви. Именно так он именуется в самих текстах последований пострижения в великую и малую схимы, а также в ариапагитском корпусе в трудах святителя Григория Паламы. Перейду теперь к тому, что следует за постригом. Приняв монашество, человек вступил на путь иноческой жизни и стал членом духовного братства, оставивших все и последовавших за Христом. Предполагается, что именно эта духовная община станет той школой служения Господу, в которой человек, познавая себя и свои немощи, будет обнаруживать в себе пространство для внутреннего делания, будет возрастать в том духовном совершенстве, ради которого и пришел в монастырь. История монашества знает два основных типа устроения монашеской жизни – общежитие и отшельничество. Причем второе не может не следовать за первым. Так новоначальному монаху не рекомендовалось уходить в отшельничество или затвор, пока он не пройдет определенный срок искуса в общежительном монастыре или в скиту под руководством духовника. Строгий распорядок дня, чередование общей молитвы, труда и назидательных чтений, призванные сообщить монаху способность не только к сосредоточенности и личной дисциплины, но и к ответственности и чуткости в отношениях с каждым членом монашеской общины. Главой монашеской общины, как духовной семьи, является игумен или игуменью. Согласно уставу святителя Василия Великого, игумен несет ответственность перед Богом за врученную ему обитель в целом и за каждого брата в отдельности. В монашеском братстве начальствующий должен быть первым для всех примером любви, руководствуясь заповедью Спасителя, «Кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий». Разумеется, благочинно устроенная жизнь невозможна в монастыре без послушания игумену, распространяющегося как на духовную жизнь инока, так и на внешнюю дисциплину, частью которой являются различные, в том числе, трудовые обязанности. Последние должны занимать столько места в жизни монаха, сколько необходимо, чтобы он мог участвовать в суточном круге монастырского богослужения, читать духовную литературу и иметь время и силы для келейной молитвы. Ибо ни внешняя дисциплина, ни многопопечительность трудовых послушаний не должны подменять собой главного, ради чего человек поступил в монастырь – внутреннего делания, очищения и хранения сердца. Именно к этой цели направлен весь уклад монастырской жизни с суточным богослужением, которое составлено монахами и для монахов, с келейной молитвой, духовным чтением, общением с опытными наставниками. В настоящее время, в том числе и в связи с публикацией проекта «Положение», возобновилась полемика относительно того, должен ли игумен назначаться священноначалием или избираться братьей. Единого мнения по этому вопросу нет ни в монашеской среде, ни среди епископата. Не могу не согласиться с теми авторами отзывов на положение, которые вполне справедливо указывают, что монашеская жизнь в России на большей своей территории только возрождается после страшных репрессий, гонений и испытаний советского периода. Однако мне кажется слишком радикальным делаемый ими вывод. Если позволить братьям или сестрам выбирать игумена, игуменю обители, в которой нет преемственности и отсутствуют монашеские традиции, то выборы могут осуществляться по принципу личной симпатии и понебратства, потворствуя человеческим слабостям и греховным наклонностям. В таких условиях выборы могли бы только закрепить существующие искажения монашеской жизни, сделать невозможным их исправлением. Конец цитаты. Читатель отзывов может предположить, что основной целью поступления иноков в монастырь является потворство слабостям и греховным наклонностям, и только жесткий контроль священно-началия способен предотвратить самоуправство и понебратство монахов. Но как тогда объяснить, например, выборность игуменов на Святой Афонской горе? Неужели мы можем сказать, что на Афон иноки отправляются с целью потворства слабостям? И неужели отношение афонских иноков к своему игумену Авве можно описать термином «понебратство»? Стоит отметить, что согласно древним иноческим уставам, традиции Святой Горы и практике, существовавшей в России до революции, игумен избирался на должность из братья и обители, ее же насельниками, а игумения, соответственно, насельницами. Через это избрание братья входят с игуменом в особое духовное родство, признавая его безусловный авторитет, видя в нем носителя традиций монастыря и поэтому оказывая ему послушание. Преподобный Федор Студит именно в этом избрании видел легитимность своей игуменской власти. Право братья и монастыря избирать своего игумена является с точки зрения многовековой монашеской традиции вполне обоснованной. Однако вопрос о применении этого права требует знания современного положения в обителях нашей Церкви, с учетом того факта, что, как уже говорилось, большинство из них за последние 25 лет сложились вне той преемственности монашеской традиции, которую мы можем наблюдать, например, в афонских монастырях. Дискуссия вокруг данной темы показывает, что в настоящий момент мы еще не готовы к тому, чтобы выборность игумена или игумени стала нормой в наших монастырях. Однако это не значит, что такая норма не может оказаться востребованной когда-либо в дальнейшем. Кроме того, могут быть рассмотрены варианты промежуточного решения проблемы. Например, в положение может быть внесено указание на то, что при выборе игумена или игумени в священноначале следует учитывать мнение иноков, выраженное путем письменного или устного опроса, а может быть и тайные голосования. Такие опросы или голосования на практике уже применяются в некоторых обителях, где архиерей считает нужным узнать мнение монашествующих о предполагаемом кандидате на должность игумена. Они дают возможность монашествующим выразить свое доверие или недоверие тем или иным потенциальным кандидатам, а архиерею, в ведении которого находится обитель, почувствовать настроение братьев или сестер. При этом окончательное решение остается за священноначалием, но, по крайней мере, мнение братства или сестричества в таком случае может быть учтено. Как отец братства иношествующих, игумен должен принимать активное участие в жизни монастыря, постоянно участвуя в богослужении, разделяя с братьей трапезу, общемонастырские дела и послушания. Отделение настоятеля от братства – признак разрушения братства и начала упадка духовной жизни монастыря. Замечательно, когда настоятель монастыря проводит регулярные беседы с братьями о монашеской жизни. Такие встречи могут быть залогом единства братьев и взаимного доверия в обители. Прохождение поприща монашеской жизни невозможно без мудрого духовного руководства. Послушание наставнику – основа аскетической жизни. Польза послушания, несомненно, и освящена многовековой монашеской традицией. Основа этого послушания – любовь монаха к своему наставнику и доверия к его духовному опыту. Послушание инока своему духовному руководителю должно быть свободным и непринужденным. Будучи опытным врачом, духовник не должен злоупотреблять данные от Бога властью, вязать и решить. Истинного пастыря, говорит преподобный Иоанн Лесточник, покажет любовь, потому что из любви претерпел распятие наш пастырь. В афонских монастырях, где должность игумена является выборной, игумен естественным образом сочетает в одном лице администратора и духовника. В наших же условиях служение игумена и духовника, как правило, разведены. Следует задать вопрос, насколько в таком случае уместно назначение духовника всему братству волей и властью игумена или архиерея. Не следует ли подумать о том, чтобы должность духовника сделать выборной? Конечно, в таком случае возрастает риск того, что у духовника, как выбранного братьей, будет больше авторитета среди монашествующих, чем у игумена, назначенного сверху. Но такой риск существует и вне зависимости от выборности должности духовника. Он заложен в самом феномене разделения этих двух служений. В положении затрагивается вопрос о духовном руководстве в женских монастырях. И говорится, что оно должно осуществляться священнослужителями, несущими служение в обители. При этом рекомендуется, чтобы священнослужители женских монастырей избирались из состава женатого духовенства. Возникает резонный вопрос, чему может научить монахинь женатый духовник, если он сам не имеет опыта монашеской жизни? Духовного руководства от монашествующих часто ищут и миряне. Пользуя его, несомненно, когда опытный духовный наставник, ведя внимательную внутреннюю жизнь, зная законы духовной жизни, дает советы своим чадам-мирянам. Опасность кроется в том, что некоторые духовники-монахи требуют от мирян монашеского послушания в вопросах трудоустройства, гражданской позиции, семейной жизни и учебы. На это указывалось в постановлении Священного Синода от 29 декабря 1998 года под названием «Обучастившихся в последнее время случаях злоупотребления некоторыми пастырями, вверенные им от Бога власти вязать и решить». Многие пункты данного постановления, к сожалению, сохраняют актуальность до сего дня. Несмотря на то, что монашество зародилось в IV веке как форма ухода от мира, в дальнейшем наблюдается стремительный количественный рост городских монастырей. Монахи стали возвращаться в мир и селиться в городах. Сохраняя основные принципы общежительного монашества, монастыри и не только городские, нередко становились крупными миссионерскими и просветительскими центрами. Достаточно вспомнить Иерусалимскую лавру Святого Саввы Освященного, Судийский монастырь в Константинополе, Киево-Печерскую лавру, Нямецкий монастырь в Молдавии, Оптину пустынь и, конечно же, Дом Святой Троицы Преподобного Сергия. Особая роль в просветительской деятельности монастырей принадлежит прослойке образованных иноков, так называемому ученому монашеству. В послепетровский период ученое монашество существовало в русской церкви почти исключительно в его чиновном варианте. Типичный ученый монах по окончании Духовной Академии последовательно сменял должности помощника инспектора провинциальной духовной семинарии, затем инспектора Духовной Академии, ректора Академии, как правило, с обязательным формальным настоятельством в каком-либо монастыре, который он мог вообще не посещать. И, наконец, он становился архиереем. Благодаря этой системе появились такие выдающиеся и просвещенные личности, как святители Филарет Московский, Феофан Затворник, Игнатий Брянчанинов, митрополит Макарий Булгаков и многие-многие другие. Однако у системы чиновного ученого монашества был и один весьма существенный изъян. Она не оставляла места для тех иноков, которые желали посвятить свою жизнь исключительно науке, стать в собственном смысле слова учеными, специалистами в той или иной области богословской науки. Ученость рассматривалась лишь как средство достижения высокой церковной должности, но не как нечто, имеющее ценность само по себе. В этом плане главным отличием западного монашества от восточного является значительно большая дифференциация призваний, благодаря которой те иноки, которые считают своим призванием науку, получают возможность беспрепятственно ею заниматься, тогда как другие могут оставаться вдали от научно-богословских изысканий. Говоря о современном русском монашестве, приходится признать, что у нас нет ученых монастырей, почти нет ученых иноков, а недоверие к науке, образованию и просвещению по-прежнему, несмотря на предпринимаемые священноначалием усилия по повышению образовательного уровня иноков и инокинь, прочно сохраняется в монашеской среде. Причина такого положения заключается в представлении о том, что ученость не нужна для спасения, что она несовместима со смирением и с монашеским аскетическим деланием. Ну а история просветительской деятельности монастырей убеждает нас в обратном. Книга и знания не могут помешать благочестию и смирению. Святитель Игнатий, сам великий подвижник и аскет, в беседе с архиепископом Леонидом Краснопевковым советовал ему изучать греческий язык, церковную историю и другие науки для своего служения. В числе прочего святитель Игнатий сказал, не оставляйте науки светской, поскольку она служит к округлению духовных наук. Бросая сегодня все силы на восстановление монастырских стен, мы иной раз забываем о том, что восстановление требует и сама монашеская традиция, включающая в себя не только трудовые послушания, но и научную и просветительскую деятельность. Для этой деятельности нужны ученые-иноки, а для того, чтобы они у нас появились, должны быть созданы ученые-монастыри, где монахи могли бы учиться, имели бы время и возможность читать, писать, заниматься богословием. Для ученых-иноков должна быть создана благоприятная атмосфера, которая способствовала бы их духовному и научному росту. последний вопрос, на котором я хотел бы остановиться и которому уделено определенное внимание в положении о монастырях и монашестве, это так называемое «монашество в миру». Этот феномен рассматривается в положении в качестве исключения из правила, требующего особого контроля священноначалия. Между тем, в нынешних условиях есть определенные служения, которые предполагают пребывание монаха в миру и отнюдь не в виде досадного исключения из общего правила. Прежде всего, речь идет о монашествующих, которые либо обучаются, либо преподают в духовных школах. Некоторые монахи несут свои послушания на приходах в епархиальных и синодальных структурах, в миссиях, в заграничных учреждениях. Их путь в чем-то более труден и тернист, чем путь иноков, живущих в монастыре. Таким монахам приходится превращать обычное жилище в монашескую келью, а окружающий мир со всеми его соблазнами должен стать для них подобным пустыне. Одной из разновидностей монашества в миру является служение архиерея, если только архиерей не совмещает это служение с постоянным пребыванием в какой-либо обители в качестве игумена или насельника. Вопрос о монашестве в миру и о епископском служении как его разновидности имеет для меня определенную личную окрашенность. Мой монашеский путь начинался в монастыре, который был для меня небом на земле, и откуда я ни за что не ушел бы по собственной воле. Но спустя неполных два года после пострига я оказался вне монастыря, не по своей воле, а по воле архиерея, который посчитал, что я принесу больше пользы на приходе. Два года довелось мне, уже будучи монахом, провести в духовном учебном заведении в качестве преподавателя. Затем еще два в светском университете в качестве докторанта. Шесть лет я нес послушание в синодальном отделе, и вот уже почти двенадцать лет несу архиерейское служение. Таким образом, о том, что такое монашество в миру, я знаю не понаслышке, как, впрочем, и о монастырской жизни, которая была для меня важнейшей школой богословия и богомыслия, предопределившей весь мой дальнейший путь. Всю свою жизнь после принятия пострига я рассматриваю, как возможность исполнения монашеского обета послушания. Глубоко убежден в том, что от постоянного члена священного синода требуется не меньшая, а может быть, гораздо большая степень послушания, чем от послушника или монаха в монастыре. От всякого архиерея требуется абсолютное послушание священно-началью, так же, как требуется от него и исполнение других монашеских обетов. В заключении, хотел бы сказать о том, что монашескую жизнь невозможно до конца регламентировать какими бы то ни было уставами и положениями. Качество жизни монаха во многом зависит от него самого, от его внутренней устремленности и целеполагания. В самом строгом монастыре можно оказаться некудышным монахом, а можно достичь великих духовных даров, неся монашеский постриг вне монастыря. «Жизнь монашеская в отношении дел, слов, помышлений и движений должна быть проводима в чувстве сердца», пишет преподобный Иоанн Лествичник. «Если же не так, то она не будет монашеская, не говорю уже ангельская». «Будем же, дорогие братья и сестры, идти по монашескому пути в чувстве сердца, памятая о том, что никакие внешние предписания не смогут подменить собой тот внутренний подвиг, которому призван каждый монах, будь то в монастыре или в миру». Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...